Вечная слава и вечная память об героизме наших протков. Сегодня 77-е годовина вызволения Лельческого района от немецко-фашистских захопников. С этой нагоды в райцентры прошел речистый митинг. Отдать данину поваги народному подвигу из классик ветки пришли представники улады, прационных коллективов и громадских объединений. Дмитрий Котов с подробностями. Никто не забытый. Словы, выгравированные на помнику опергруппе ЦК ОЛКСМ, як нельга лепш адлюстровують ставлення мясовых жихаров до трагичных падей шасове Али Каячиной. Память об героизме протков на Лельческой земли берагуть. Тут добра ведают, якая цена была уплачена за сёняшнее мирное життё. Лельческую землю гисторики невыпадково называют «Полеской хатынью». Ей лёс паутарыли Милышевичи, Глушковичи, Поболовичи и Тонеж. У четырёх вёсках было заживо спалено 740 мирных жихаров. Амаль 1800 человек были согнаны у Германию, 150 за их не вернулись до дому. За свободу и незалежность родной земле отдали свои жития больше 2700 жихаров района. Сегодня очень большой праздник для всех жителей Лельческого района. Он одновременно и грустный, и радостный. Мы сегодня знаем, какие потери понесли в целом вся большая страна. Ну и, конечно же, много жителей Лельческого района погибло. Для того, чтобы мы, теперешнее поколение, жили в светлой, прозвитающей, свободной, независимой Белоруссии. Лельчесы были вызволены и 23-го студеня 1944 года по вынику Калинковицко-Мазырской операции. В боях примали удел 14-я гвардейская кавалерийская дивизия под керовництвом генерала Каблова, 117-й стрелковый полк и Лельческая партизанская бригада. Однако ворох не жадался ступать. Сутыкнение с фашистскими отрадами колени Великих Весок протягивались еще на протягу двух тыднях. Чаги сопротивления оказались довольно значительные и продолжительные в районах Краснобережья, острожанки при форсировании реки Убарть, а также в районе Симоничской, Симоничской рудни и городка. Там бои продолжались еще где-то до февраля месяца, числа до 8 февраля. На жаль, светка у тыг героичных падей с кожным годом усе меньше. Час не шкадуя. Кальящий минулым летом у Лельческим районе проживали 11 ветеранов, то зараз засталися только двое. По стану здоровья они уже не могут присутничать на митингу, однако про их николи не забывают. Члены БРСМ, например, приезжают у гостиков, да помогши вырошить хатные справы, да и просто пагутырыть. Для ветеранов гэта завсёды лепши подарунок. А для молодых людей свой особливый урок мужнасти. Могчимость почуть усю правду о войне от людей, які на свои очи бачили у весь яежах. Молодежь это все помнит. Мы должны учиться на чужих ошибках, да. И в будущем молодое поколение, оно должно понимать, что так как мы научились на чужих ошибках не повторять и хранить то, что у нас сегодня есть. Хранить спокойствие, хранить свободу, хранить это же мирное небо над головой. Поэтому сегодня молодежь, я вам скажу, оно все больше проявляет свою гражданскую позицию, особенно в это время. Это очень сейчас актуально. Наступным районным центром, выратованным от ворога в 44-м годе, стал Рогачоу. Тут годовину вызволения означают 24 лютого. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель» Злельшицев. Продолжение следует...